На РБК время самой актуальной информации. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа в студии. Маргарита Гафарова, добрый день. Владимир Путин на заседании Госсовета России и Агентства стратегических инициатив отметил шесть регионов страны, в которых успешно опробировали проект национальной социальной инициативы. Среди них и Башкортостан. В заседании принял участие глава региона Ради Хабиров. Отмечу, что в 2020 году в республике выдали более тысячи сертификатов инвалидам на 14 миллионов рублей. Средства предназначаются для покупки технических средств реабилитации. Напомню, реализация проекта национальной социальной инициативы в Башкортостане стартовала в августе прошлого года. Благодаря программе в Башкортостане также упростили получение ежемесячных выплат в связи с рождением ребенка и улучшили организацию соцобслуживания на дому. Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокращенные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, подчас даже унижает людей. Демонстрирует коллективы, демонтирует коллективы социальных учреждений. И демонтирует, демонтирует в профессиональном смысле, снижает эффективность и качество их труда. Также на заседании Госсовета обсудили инициативы регионов, направленные на создание безбарьерной среды и комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в Башкортостане совместно с Фондом президентских грантов и холдингом «Вертолеты России» реализуется проект путешествия в ледниковый период и маршрут для всех. Он предполагает организацию инклюзивного туристического маршрута в Аскинскую ледяную пещеру. Более 6 миллиардов рублей направят в этом году в Башкортостане на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 миллиард 700 миллионов поступят из федеральной казны. Об этом сообщил заместитель руководителя по федеральным программам Азамат Таепов. Всего на эти средства собираются отремонтировать более 300 километров республиканских дорог. При этом на сэкономленные на закупках средства протяженность будет увеличена. Большой объем работ запланирован в Стерли-Тамаке. Будут выполнены работы по устройству технических средств организации движения. Это светофоры, знаки, дорожное ограждение, ну и, соответственно, разметка на отремонтированных участках дорог. Кроме города Стерли-Тамакской эмирации, реализация проекта участвует также Уфимской эмирации и дороги регионально-межмуниципального значения. Всего на юге республики, в Стерли-Тамаке, Шимбае и Салавате, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 38 километров полотна на 600 миллионов рублей. Более 113 тысяч жителей Башкортостана завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции. В ближайшее время второй компонент вакцины сделают еще 75 тысяч. На сегодняшний день в республике работают 155 пунктов, где можно провести иммунизацию. Один из них открылся сегодня на базе Башкирского аграрного университета. Он стал первым вузом в республике, в котором организовали вакцинацию студентов и преподавателей. На данный момент в медпункте есть в наличии два десятка доз препарата «Спутник Ви». Все привитые получают бумажные сертификаты. И, по словам медиков, серьезных побочных эффектов за весь период вакцинации не зафиксировано. В основном жалобы какие-то, что были на введенную инъекцию, это слабость и на недомогание. Возможно, какая-то субфибрильная температура, где-то 37-37,5. То есть в основном все спокойно переносят прививку. То есть некоторые даже думают, что ничего не водили. То есть вообще как спокойно. Отмечу, за последние сутки в республике выявили еще 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано 34 тысячи заболевших. От осложнений скончались 412 человек. Размер страховой ответственности агентства страхования вкладов перед клиентами банка «Наева» предварительно оценивается в 5,5 миллиардов рублей. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 30 апреля. А банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 22 апреля. Напомню, сегодня Банк России отозвал лицензию у Екатеринбуржского банка «Наева». Кредитная организация имела 20 офисов обслуживания населения и компаний в разных городах, один из них в Уфе. По данным мегарегулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Не противодействовал отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Сейчас в банке «Наева» назначена временная администрация. Кредитная организация была участником системы страхования вкладов. По данным портала Банки.рум, на начало ноября 2020 года объем ее неттоактивов составил 9,5 миллиардов рублей. Объем собственных средств – 700 миллионов. Владелец бренда «Свинка Пепп» подал 20 исков к бизнесменам Башкортостана на сумму более миллиона рублей. Часть заявлений арбитражный суд региону уже принял к производству. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет от 30 до 110 тысяч рублей. Однако, по словам экспертов, определиться размер убытка будет сложно, так как необходимо получить информацию о количестве и стоимости произведенной продукции. А такими данными в полной мере располагает только сам ответчик. В ноябре прошлого года британская компания уже выходила с массовыми исками к башкирским предпринимателям о взыскании компенсации за использование товарного знака. Часть заявлений уже удовлетворена. Всего в апреле в арбитражные суды России поступило более 200 исков к бизнесменам от владельца бренда. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК. Всего доброго.